Привет, с вами я Денис Пахила. Это мой блог на телеканале Дом, в котором я рассказываю о том, как же дела у меня дома на Донбассе. Я родился и долгое время прожил в Алчевске Луганской области, а сейчас продолжаю активно следить за тем, что же происходит на малой родине. Россия снова предлагает возобновить очные встречи трехсторонней контактной группы в Минске. Когда в мире началась пандемия коронавируса, встречи Украины, России и представителей УБСЕ стали удаленными. Все обсуждения перевели в онлайн. Хочется сказать, что от скайп-встреч пользы мало, но будем честны, мирные переговоры о судьбе Донбасса уже давно перестали по-настоящему радовать нас позитивными новостями, да и вообще хоть каким-либо прогрессом. Но мы должны понимать, что переговоры не из простых. На кону судьбы нескольких миллионов людей. Хочется верить, что именно о простых людях думают дипломаты. Россияне сдержанно, сухо сказали, я цитирую, пришло время вернуться к очному режиму работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому, ну то есть очному диалогу, поможет улучшить ситуацию на Донбассе. Ну а в украинской делегации считают, что таким образом Кремль продолжает навязывать Украине переговоры с представителями самопровозглашенных властей ЛДНР и тем самым показать, что Россия якобы не является стороной конфликт. Поскольку не удалось убедить новых представителей ОБСЕ, которые пришли в ТКГ на работу сразу, сходу, то видимо решили сделать так, чтобы в кадрах замелькали украинские представители с представителями ЛДНР, так называемых, задним столом и с представителями ОБСЕ. Пойти через визуализацию ряда и через легитимизацию этих товарищей путем создания соответствующего визуального контента. Это один из приемов, он используется. И если замелькают по мировым СМИ, украинским, русским, российским и так далее, замелькают то, что наша делегация находится с этим представителем с задним столом, можно будет гораздо легче продавать идею о том, что мы вступили с ними в прямые переговоры. Украина настаивает. Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований исключена. Ну и на встречу с российской делегацией, Украина пока что не спешит в Минск. Может ли он играть статус посредника, это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали его законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь с весьма большой долей вероятности пойдет в принципе о переносе из Минска. А это еще одна очень длинная процедура. Украина уже не раз высказывалась за перенос переговорной площадки из Беларуси в любую другую страну. Но нужно найти компромисс, чтобы там было безопасно и чтобы можно было относительно недолго лететь всеми участникам переговоров. Ну, к примеру, в Польшу. Россия же тем временем заботит не это. Кремль хочет, чтобы на переговорах лично присутствовали представители отдельных районов Донбасса. Но вот долетят ли они в западные страны Европы, пусть даже по российским загранпаспортам. У представителей так называемой молодой неким не признанной республики с этим могут возникнуть проблемы. Кстати, 26 августа очередное заседание трехсторонней контактной группы проведет финский дипломат Микко Кинуна. Теперь он новопризначенный спецпредставитель ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе. Кроме того, сменились координаторы ОБСЕ в гуманитарной и политической рабочих подгруппах. Ими стали Сильвий Берман и Шарлотта Роландер. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украина Алексей Резников говорит, что в украинской делегации возлагают большие надежды на новых представителей ОБСЕ. Ну, как минимум, они могут проанализировать причины, по которым была заблокирована работа в подгруппах трехсторонней контактной группы. От того, как человек модерирует, как задает вопросы, что ставит в повестку дня, очень сильно зависит успех мирного урегулирования. К сожалению, координаторы тоже допускают ошибки, и они тяжело отражаются на сторонах переговоров, особенно когда между ними нет доверия. В конце концов, хочется нового импульса, позитивных новостей. Семьи ждут родных, незаконно заключенных в тюрьмах Ордло. Большинство дончан и луганчан хотят нормальной работы, пунктов пропуска, решение проблемы с мобильной связью, решение проблемы с водоснабжением. Где-то здесь притаилось, вы знаете, такое себе большущее «но», которое способно перечеркнуть абсолютно все, о чем я тут размечтался. Ну что же, друзья, остается только лишь ждать. Мы же тем временем и дальше будем следить за событиями на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Я еще раз напоминаю, делаю это в каждом блоге. Если у вас есть сведения о происходящем на территории Ордло, пишите нам в соцсети телеканала Дом, пишите нам на почту, пишите здесь в комментарии. Мы отслеживаем абсолютно все ваши месседжи. Спасибо вам большое за доверие и до встречи.